Девушки отдыхают В России зонами охраны обеспечено порядка 15% всех объектов культурного наследия, но оставшиеся 85% фактически брошены на произвол судьбы. С точки зрения закона, ничто их не защищало от девелоперов, которые, понятное дело, стремятся везде, где только можно, вот, воткнуть с такого рода высотки и решить свои проблемы, извлечь из этого максимальную прибыль. Но вот теперь по новому законопроекту защитные зоны будут введены для всех памятников. Правила очень простые, тем легче их будет соблюдать. В населенных пунктах защитная зона устанавливается в 100 метрах от внешней границы территории или в 150 метрах, если это целый архитектурный ансамбль. За пределами городов и поселков, вы видите, охранная зона будет существенно больше от 200 до 250 метров. Конечно, законопроект важный, но принят он с существенным опозданием. Элементарно, первое чтение в Думе состоялось, ну, примерно еще год назад, и после этого тишина. Городозащитники предполагают, что вмешалось лобби застройщиков. С мертвой точки дело сдвинулось только после президентского совета, на котором Владимир Путин поддержал общественников. Не уверен, что новый закон решит все проблемы. Вот, например, в историческом центре Москвы, в районе Новой Басманной улицы, где, кстати, мы с тобой рядышком живем. Да, я там каждый день езжу. Да, вот уже ведется строительство 18-этажного жилого комплекса по заказу группы компании Куалька и МР Групп. Возводится он в 100 метрах от храма Петра и Павла. Вот он здесь. Построен он, между прочим, по эскизу самого Петра I. Это памятник федерального значения. На основе открытых данных дизайнеры Архнадзора попытались смоделировать, как это будет выглядеть, когда высотку возведут. Это изображение, собственно, говорит само за себя. И вот такие красоты, в кавычках, у нас есть чуть ли не в каждом российском городе. Я приглашаю в эту студию Евгения Соседова. Это председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников. Евгений, здравствуйте. Проходите. Я понимаю, что вопрос про Новую Басманную и Москву, наверное, не совсем к вам. Но вот просто с точки зрения нового законопроекта, насколько вообще это позволительно, возводить такие вот объекты в 100 метрах от памятника федерального значения в городе? Ну, к сожалению, новый закон не распространяется на те территории, где есть уже установленные зоны охраны. В Москве они были установлены еще правительством Москвы. Но вопрос в том, что те режимы, которые там были предложены, да, и те режимы, которые утвердила градостроительная земельная комиссия Москвы, они позволяют строить вот такие сооружения. То есть, конечно, для данного памятника было бы лучше, если бы зона охраны в данный момент не было, и здесь бы стала действовать защитная зона. Во всяком случае, было бы не настолько откровенное нарушение исторической панорамы. Ну, смотрите, о чем мы говорим. Есть границы, их можно обозначить 200 метров, пожалуйста, 300, а есть, ну, как сказать, визуальная часть. То есть, если даже памятник стоит на порядочном расстоянии от нового строящегося объекта, никто не застрахован от того, что, ну, просто будет изуродован тот самый исторический облик. Нет, ну, надо сказать, что он как раз вот на этом месте, там еще и домик снесли, который был до революции, еще построен. Ну, тут надо сказать, что защитная зона – это не единственный механизм, который должен защищать объект культурного наследия. У нас в действующем законодательстве есть понятие, как зона охраны, которая предусматривает как раз защиту не только ближайшей округи к памятникам, но и вот этих раскрытий, видовых панорам. Зоны охраны состоят из охранных зон, где запрещается любое строительство, из зоны охраняемого ландшафта, которая устанавливается в целях защиты как раз природного, да, историко-культурного ландшафта, и зоны регулирования застройки, где ограничивается строительство и как-то регулируются параметры хозяйственной деятельности. Но проблема в том, что по закону вроде как эти охранные зоны, они должны быть у памятников, но существует довольно сложная процедура их установления, причем утверждают их региональные органы власти, которые, как правило, сами являются главными лоббистами строительных проектов. А тогда что изменит вот этот закон? Поэтому этот законопроект принят как чрезвычайная мера, поскольку действительно подавляющее большинство памятников не имеет вообще никаких границ, ни границ территории, ни границ охранных зон. Этот закон позволит хотя бы очертить некую минимальную территорию, некую буферную зону вокруг памятника, чтобы, условно говоря, в метре от него не возникали какие-то многоэтажные монстры, которые просто буквально физически могут ему повредить. Но, опять-таки, это не защитит вот те панорамы, те панорамы исторических городов или сохранившийся ландшафт, для которого необходимо, безусловно, разрабатывать и утверждать полноценные зоны охраны. Уважаемые зрители, нам интересно, что происходит в ваших городах. Как раз появляются ли те самые многоэтажные монстры рядом с историческими какими-то зданиями, с памятниками архитектуры, вообще, как действуют власти? Или, может быть, у вас активной общественности удалось отстоять, собственно, красоту, исторический облик города? Позвоните 8800-222-2014, звонок бесплатный. Ну вот, кстати, сообщение пришло уже первое. В Нижнем Новгороде уже поздно, пишет наш зритель, почти все уже разрушили. Вот такое, казалось бы... Ну, действительно, в Нижнем Новгороде очень тяжелая ситуация. Ну, можно сказать, она одна из самых критических у нас сейчас в стране. Вот, кстати, в Самаре, из которого сейчас было соединение, тоже очень сложнейшая ситуация. Но, к сожалению, есть масса других манипуляций, которые используют чиновники, в том числе с охранным статусом памятников. Вот, и в Нижнем Новгороде, и в Самаре последние случаи, когда по несколько сотен памятников одним рощерком пера вообще лишаются охранного статуса. А в чем заключаются эти манипуляции? И в правиле чиновник вот рощерком пера это решает? Ну, безусловно, есть некие определенные процедуры, да. А в чем они состоят? Просто расскажите. Ну, например, у нас есть объект культурного наследия, включенный в реестр, и есть выявленный объект культурного наследия. Выявленный объект – это такой некий промежуточный статус перед тем, как объект становится уже таким реестровым памятником. А на сколько долго вот этот процесс длится? От выявления до установки? Да, этот процесс, к сожалению, может быть затянут на десятилетия. И вот я как раз хотел сказать, что многие памятники, которые там еще даже в 70-е, 80-е, 90-е годы включались вот в эти перечни выявленных объектов, и в последующем по ним должны были проводиться экспертизы, разрабатываться документации. То есть они как-то зависали в это состояние? Они зависали, да. И по закону статус выявленного можно снять на уровне региональной власти. При том, что статус уже памятника реестрового может снять только правительство Российской Федерации. Это как бы исключительные случаи их практически... А как вообще тогда можно это делать? То есть комиссия постановила, что это памятник федерального значения, представляет собой памятник архитектуры. Вот он таким был, а через пять лет почему-то таким быть перестал. Вот основания какие для этого нужны? Ну, основания могут быть самые разнообразные. У нас есть такое понятие, как заказная экспертиза, когда заказчик, заинтересованное лицо, девелопер, застройщик, он нанимает эксперта, который просто на белый пишет, что это черный, на черный, что это белый. Когда прекрасно сохранившиеся памятники архитектуры пишут, что он находится в барьерном состоянии. А это же контролирует как-то процесс? Это же может так вообще памятников лишиться совсем? Ну, безусловно, этот процесс должен контролироваться. Конечно, эти эксперты, они проходят время от времени аттестацию. Но вот вынуждены констатировать такую ситуацию, что вот эти недобросовестные эксперты, в частности эксперты, которые вот обосновывают вот эти все ужасы, которые мы наблюдаем в Москве, они почему-то из года в год переаттестовываются и как бы имеют фронт работы. Евгений, скажите, а есть где-то карта, скажем так, обстановки сохранности культурных памятников, чтобы мы понимали, вот в каких регионах, где конкретно опасность наивысшая сегодня? Ну, единой карты нет. У нас вообще, на самом деле, довольно сильно подорвана вот эта система, централизованная система охраны наследия. Большинство полномочий по охране памятников, в том числе федерального значения, они переданы на региональный уровень. И у Министерства культуры нынешнего тоже достаточно такие, можно сказать, связанные руки, они не могут в полной мере контролировать то, что происходит на региональном уровне. Секундочку, а почему связанные руки? У нас же есть еще в Министерстве культуры, во всяком случае, было точно, ведомство Росохранкультуры до сих пор существует, да? Ну, Росохранкультура нет, была ликвидирована. Была ликвидирована, да. Более пяти лет назад. То есть это сейчас... И вот эта вертикаль, она, можно сказать, не совсем эффективно работает, потому что, повторюсь, большинство полномочий в силу закона было передано на уровень регионов. А как мы понимаем, именно сами региональные власти, естественно, как правило, изинтересованы в тех процессах неблагоприятных, которые происходят с памятниками. Вы сказали, что этот процесс создания охраны зоны вокруг памятника, он может затянуться. Не получится ли так сейчас, что девелоперы начнут скупать вот эти земли, договариваться с чиновниками, зная, что когда-то это все-таки произойдет, и будет эта охранная зона? Пока же охранной зоны нет. Ну, это уже происходит, но вот принципиальное отличие защитных зон от охранных зон, почему так все градозащитные сообщества их приветствуют, что они начинают действовать в силу закона. То есть это не будет какая-то проектная работа, там не нужна подпись того или иного чиновника или согласование. Вот как закон начинает действовать через полгода, он вступит в законную силу, автоматически все памятники, которые имеют такой статус, они будут обеспечены вот этой минимальной защитной зоной. Но вот эти полгода-то... Да, к сожалению, закон не распространяется на разрешение на строительство, выданное до вступления его в силу. Но понимаем, что памятников достаточно много, и, конечно, я не думаю, что сейчас все разрешения за эти полгода будут подписаны, хотя, конечно, эта опасность тоже имеется. У нас есть звонок из города, о котором мы еще сегодня сейчас не говорили. Ольга из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Вы знаете, мы недавно узнали, что наш дом – памятник, так как там собираются делать капитальный ремонт. Это на улице Саниславского, большое здание. Там располагался когда-то штаб революции. И где фасад здания, там пристроили парикмахерскую и открыли магазин. Это, конечно, было довольно-таки давно, но это настолько изуродовало здание, это памятники, и просто хочется спросить, кто разрешает, подписывает и позволяет уродовать памятники в нашем городе. То есть там еще, наверное, и вывески не самые, как говорится, изящные. Там парикмахерская, как скворечник, лестница вот такая железная, рядом магазин одежды. Я уже не говорю, что на Большой Садовой построили рядом с красивейшим таким зданием просто такую коробку стеклянную. Просто когда едешь, отворачиваешься до такой степени, это ужасно. Спасибо. Это была Ольга. А вот вопрос, смотрите. С одной стороны, мы говорим о сохранении культурного наследия, исторического облика городов. Но если тогда мы сохраняем этот облик, по идее, в центре города тоже что-то должно продаваться, покупаться, какие-то услуги населению оказываться, вот каким образом сделать так, чтобы и коммерция что-то там зарабатывала, и людям было удобно, и в то же время это не выглядело безобразно? Конечно, во-первых, сами объекты культурного наследия, они могут приспосабливаться для современного использования, и в законе даже прописано, что возможны их приспособления. И совершенно спокойно на первых этажах исторических зданий мы видим, что могут размещаться объекты инфраструктуры, и вполне можно это делать прилично, красиво, как это делается в европейских городах. Более того, в городах вполне возможно какая-то ограниченная реконструкция, новое строительство, но оно должно быть зарегулировано определенными режимами, оно не должно нарушать исторически сложившийся облик города, не должно разрушать вот эти панорамы, то, что мы видим, например, на Басманной. То есть, на самом деле, в наших городах достаточно большой объем территорий, которые возможно развивать, есть большие промзоны запущенные, есть какие-то складские зоны. То есть сказать о том, что вот исторический город, и в нем ничего нельзя делать, и бедный девелопер, некуда ему податься, ну, это тоже как бы неправильно. Вот смотрите, даже если мы отталкиваемся от этой истории с Басманной, да, ну, поскольку это вот на глазах у нас происходит, мы там рядом живем. Сейчас многие уже там подписывают петицию как раз мэру Москвы. Да, но дом-то продолжает строиться, и разрешение-то у них есть. Вот рядом с этим храмом, который тоже является памятником федерального значения, в охранную зону как раз попадает вот этот вот дом. С Москвой вообще парадоксальная ситуация. У нас Москва хоть и является столицей государства, мы все пышно отмечаем, каждый раз ее 85-летие, там, да, 80-70-летие, 870-летие будем отмечать, но официально Москва не является историческим городом сейчас. То есть у нас есть в законе об объекте культурного наследия понятие исторического поселения, оно может быть федерального значения, оно может быть регионального значения. И вот Москва до сих пор такого статуса не имеет. Кроме того, в Москве не имеют никакого охранного статуса ценные градофирмирующие объекты. То есть это историческая застройка, вот та самая историческая среда, которая формирует дух города, потому что мы не можем каждый старый дом признать объектом культурного наследия. Необходим какие-то механизмы защиты в целом вот исторической среды. В Москве, поскольку она не является историческим поселением, эти механизмы не работают. Единственный механизм, который в ней действовал, это была так называемая сносная комиссия, которая рассматривала разрешение, одобряла, так сказать, разрешение на снос тех или иных исторических объектов. И на ней с участием общественности, экспертов, каждый раз можно было дискутировать о том, можно или нельзя сносить это здание. И вот эта сносная комиссия, так называемая, была распущена по решению суда, который, кстати, инициировал вот этот самый застройщик Куалка, который строит данный дом. И вот правительство Москвы, мне кажется, с радостью проиграло этот суд и распустило эту сносную комиссию. То есть на сегодняшний день, по факту, получается, что таких серьезных механизмов регулирования градостроительной деятельности в Москве просто нет. Сама схема борьбы за сохранность этих памятников сегодня выглядит так. Кто-то об этом узнает, начинает во все колокола звонить, там в интернете подписывают люди петиции, кто-то под этот бульдозер ложится, и вроде власти прислушиваются. Может быть, какую-то выработать более цивилизованную схему, например, создание, вот сейчас это очень модно, общественных неких советов. А не должны, кстати, проводиться разве общественные слушания при строительстве таких вот объектов? Должны, безусловно, проводиться общественные слушания, но, как мы знаем, зачастую чиновники игнорируют эту процедуру, не проводят эти слушания или проводят их в какой-нибудь день, в такое время, да, и печатают на последней странице муниципальной газеты, об этом никто не узнает. В данный момент президентам дано прямое поручение региональным органам власти сформировать общественные советы по культурному наследию. Опять-таки, в Москве тоже много лет об этом идет речь, и было неоднократное обращение в адрес, по-моему, мэра Москвы, с просьбой создать такой вот совет, где бы действительно все заинтересованные стороны могли рассматривать предварительно такие проекты. Чтобы где-то это было выложено, чтобы это было исцезаемо, потому что мы говорим сейчас о сохранении исторического облика, на самом деле тут стоит говорить и о коррупционной составляющей, которая наверняка есть. В первую очередь, наверное, об этом и надо говорить, потому что... Теперь власти будут вынуждены создавать такие советы, потому что есть уже прямое поручение президента сформировать эти общественные советы. Но в целом, конечно, ситуация, если говорить в целом по стране, то, безусловно, опять-таки, повторюсь, защитные зоны, они обеспечат минимальную хотя бы физическую сохранность объекта культурного наследия, но, к сожалению, они не спасут в целом наши исторические территории. Ну вот пишут нам зрители, звеньи город теряем, высотная застройка продолжается вот в этом городе. Да, в Подмосковье чудовищная ситуация. У нас 22 исторических города, ни в одном из них нет утвержденных зон охраны. Там в той же Коломне недавно построена многоэтажка, которая исказила абсолютно вид на Коломенский Кремль, такой открыточно-классический вид. Да, и Звенигород, и Серпухов, и многие другие города, они искажаются просто очень стремительно. И это, в общем, в определенной степени заслуга властей? Ну, это целенаправленная политика. Мы видим, что на многие эти города есть разработанные зоны охраны, и согласованные, получившие одобрение, экспертные одобрения. И они просто годами лежат внутри ведомств и не выносятся на утверждение. А вот, кстати говоря, думаю, что нашим зрителям, например, в Московской области, было бы полезно знать, каковы критерии этажности в этих исторических городах Московской области? Наверное, в каждом своем этаже. Эти критерии должны устанавливаться зонами охраны, как раз таки, да, потому что в каждом случае это индивидуально, где-то ничего нельзя строить, где-то можно строить небольшую этажность, где-то этажность побольше. В настоящий момент у нас действуют нормативы градостроительного проектирования Московской области, которые установили предельную этажность в исторических городах. Но, как всегда, в этих нормативах предусмотрены исключения, что в случае строительства неких многофункциональных комплексов, расселения ветхого жилья и так далее, градостроительный совет Московской области может давать отклонение от этих параметров. Ну, вот, например, в Ногинске, где запрещено строить выше 9 этажей, только что Минстрой Московской области выдал разрешение строительства 17-этажных домов, фактически, да, в исторической части города. То есть, всегда, как бы, чиновники, утверждая те или иные правила игры, они предусматривают некие лазейки и возможность обойти установленные же правила. В банановых республиках, на некоторых островах, существует простое правило. Нельзя строить выше кокосовой пальмы. И всё. Все понимают, о чём идёт речь. Мы продолжим наш разговор в сегодня несколько минут. Уважаемые зрители, можете продолжать звонить и писать. 8 800 222 2014. Как сохраняется историческое наследие в том городе, где вы живёте? Ну, мы продолжаем нашу беседу с гостем. У нас сегодня в студии Евгений Соседов, председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников. Говорим, естественно, об охране этих самых памятников, о создании защитных зон вокруг них. И вот мы с вами пока были новости, так немножко пообщались. Вы начали рассказывать очень интересные вещи, что раньше и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в таких больших городах были совершенно чёткие ограничения по высоте строений. Ну, да, проблема, конечно, не новая, и всегда действовали какие-то уставы, правила. Ну, словно говоря, про них любят рассказывать конкурсоводы, что в Санкт-Петербурге нельзя было строить выше Зимнего дворца, или в Москве выше колокольни Ивана Великого. Ну, в общем-то, самое главное, чтобы эти правила, понимаете, были как-то сформулированы. А в настоящее время мы находимся вот в какой-то такой непонятной правовой среде, когда вроде бы есть закон, вроде бы есть какие-то подзаконные акты, но вот всё равно очень много остаётся на усмотрение чиновника. Но смотрите, нельзя же весь город под одну гребёнку, если мы даже говорим там не о Москве, а о Самаре, да, где есть прекрасный вокзал, это высотка, я так понимаю, это одна из достопримечательностей города. В современном городе мы уже не применим эти правила, именно поэтому вот закон предусматривает такой вполне разумный механизм, как вот зоны охраны, которые включают в том числе зону регулирования застройки, и это эксперты, проектным методом, специалисты должны определять как раз, где возможно какая этажность, где невозможно, это должно быть утверждено. Но вот, понимаете, такие правила игры, вот они почему-то не в интересах чиновников, именно поэтому вот у нас зоны охраны нет, и законодатель был вынужден принимать такую экстренную меру, как защитная зона. Ну, можно сказать, что почти что эта зона появилась, просто осталось президенту подумать, поставить подписи или не поставить. По-моему, президент уже её подписал. Уже подписал. Осталось дождаться этого переходного периода. Хорошо. Смотрите, вот если мы говорим о каком-то, не знаю, дворце, о каком-то особняке, у которого нет даже забора, то есть вот эта охранная зона отмеряется от фасада, то есть я к тому, что не возникли ли каких-то вот здесь на этапе измерений, кадастров вот этого коллизия? Может возникнуть, но в случае с отдельно стоящим памятником, закон довольно чётко прописывает, что как это отмеряется фактически от его стены, может возникнуть коллизия с ансамблями, с какими-то памятниками садово-парковое искусство, где необходимо определить какую-то общую границу. Ансамбль – это составной объект культурного наследия, куда входят несколько памятников, несколько объектов, они объединены общей территорией. Вот если этой территории нет, то, конечно, наверное, возможно какие-то спекуляции вот с этой точкой отчёта, от которой необходимо отчитывать эту защитную зону. Но пока трудно предсказать, надо посмотреть, как это будет действительно на практике работать. Ну вот пишут нам зрители, опять же, почему-то сегодня очень активизировался Нижний Новгород, и спрашивают, и что же теперь делать в Нижнем Новгороде? То есть есть ли там вообще такая ситуация? В Нижнем Новгороде есть прекрасное грязозащитное движение «Спасград», очень активное, которое борется буквально за каждый дом, и проводит и акции, и входит по всем заседаниям, ведёт судебные процессы, причём некоторые из них успешно, экспертизы проводят, мне кажется, надо как-то консолидироваться общественности на местах, и если слушателю действительно эта проблема как-то беспокоит, вот пусть найдёт контакты Анны Давыдовой, руководителя этого общественного движения. Евгений, скажите, а если не говорить сейчас о негативе, которого очень много, а есть какие-то примеры, когда застройщик культурный, застройщик, уважающий исторический облик города, и он строит такие вот дома, которые вполне соответствуют вот этому историческому облику? Или инвесторы, например, он восстанавливает там особняк, и все счастливы? Ну, с восстановлением объектов, конечно, есть многие положительные примеры, я думаю, что о них правительство Москвы, наверное, на прошлых выходных много рассказывало, да, в ненаследии, со строительством, ну, конечно, мы реагируем только на те случаи вот вопиющие, которые действительно как-то негативно влияют на памятники, но строительство же оно ведётся активно во многих городах, и достаточно много тех объектов, которые вполне адекватны и по размерам, и по архитектуре, просто вот как-то на них не акцентируется внимание. Вот в этом-то и принцип работы в историческом городе, что новое, оно не должно затмевать старое, просто мы не должны как-то этого просто замечать, когда мы идём по городу, нам должно быть как-то комфортно, и оно не должно выделяться на фоне исторических объектов. Евгений, далеко не все в курсе последних изменений в законодательстве, далеко не все знают, что нужно сделать, чтобы отстоять тот или иной квартал исторический. Какой вот, скажем так, пошаговый совет, пошаговую инструкцию вы можете дать нашим зрителям, если рядом с домом происходит что-то не то, и возникает какая-то кукурузина, как вот в Петербурге говорили? Ну, надо, во-первых, обратиться в органы охраны объекта культурного наследия, который существует в этом регионе. Это может быть как отдельный орган или там управление в составе Министерства культуры. Нужно выяснить, безусловно, охранный статус этого здания, которое вы планируете защищать. Выяснить, есть ли какие-то утверждённые охранные зоны, режимы вокруг него. Но уже исходя из этой информации действовать, безусловно, надо писать запросы и во все уровни власти с просьбой разъяснить, что происходит. В случае, если вы видите, что позиция власти однозначно, как вам кажется, незаконная, то уже есть основания обращаться в правоохранительные органы, связываться с общественными организациями, которые занимаются хранением наследия в том или ином регионе. Согласно сказать, конечно, всегда везде по-разному. У нас большинство экспертов всё время говорят, лучше сразу в прокуратуру. Ну, в прокуратуру, да. Но в прокуратуру мы видим, что зачастую бездействуют. И, в общем-то, все вот эти выпиющие случаи разрушения наследия, они зачастую сведомо про охранительных органов тоже происходят. Спасибо за такую интересную обстоятельную беседу. В общем, поняли мы, что сейчас, наверное, ситуация как-то будет улучшаться. Улучшится, безусловно, улучшится. В студию нас был Евгений Соседов, председатель Совета Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников. Продолжение следует...